Сегодня в 16.00 по Москве у меня будет стрим на Твиче, на котором мы будем играть в Майнкрафт. Сперва на сервере, на который могут зайти все желающие и поиграть вместе в снежки. И только после этого зайдем уже на наш приватный сервак. Так что приходи на стрим, либо поиграть в снежки, либо просто посмотреть. Если что, все подробности о стриме будут написаны в ТГ, как и IP сервера. Всем привет, с вами Юмелька. Добро пожаловать на мой канал. Я надеюсь, что вы не голодны и что не будете пускать слюнки при просмотре этого ролика. Я вот по классике голодная. Ну, не совсем, но все же хочу кушать. Даже какаво меня не спас, поэтому слюнки в этой реакции своей я вам обещаю, что буду пускать периодически. Всем привет, сегодня я попробую школьные обеды США за последние 100 лет. Посмотрим, как меня лад... Насколько я знаю, сейчас у них там бургер везде, фастфуд. Короче, все не самое полезное. О, Старбакс! Всегда в школах и выясним самое главное. В каком году школьников кормили лучше всего. Начнем с 1920-х годов. Это время экономического подъема США после Первой мировой войны. Ой, выглядит очень вкусно. Поэтому кормить детей в школе должны были очень вкусно. В качестве основного блюда подавали фрикадельки в коричневом соусе. Выглядит шикарно. При гарнире картофельное пюре. Мне эти фрикадельки напомнили курицу в соусе терияки, я ее обожаю. Закуска ломтики свежего сельдерея. А, я думала это огурчик, очищенный просто. Паштетом из маслин. Ой, вот маслины не очень люблю, поэтому, наверное, эта штука мне бы тоже не понравилась. На десерт был ванильный пудинг. Очень популярный среди детей в то время. Я бы переела все это скушиваю пудингом. А напиток натуральный яблочный сок. Стоимость такого обеда составляла всего лишь 25 центов. Тогда была мода на простые и популярные блюда. А картофель и мясо в коричневом соусе были широко распространены в американской кухне. И до этого обеда я даже не задумывался, что бывает паштет из маслин. Ну что, давайте попробуем и оценим этот обед. Вот я кушала сельдерей, но там были и другие овощи. И они вроде как все были на пару, было прям вкусно. А вот чтобы так его грызть, не знаю, насколько это вкусно, не пробовала. Съев абсолютно все, я могу сказать, что полностью наелся. Обед довольно сбалансированный. Вкусные фрикадельки, пюре и десерт с напитком. Но я не сильно люблю сельдерей, поэтому ставлю этому обеду 9 из 10. Переходим к 1930 годам. А он все это за один день кушать будет? Великой депрессии в США. Ух, прям супчик. Самым людям был овощной суп. Кстати, ведь эта штука довольно-таки удобная. Ну, в плане, что у тебя и поднос, и выемки под всю еду. Конечно, вот суп здесь, возможно, легко будет пролить. Но в то же время, классно, что не надо таскать кучу там тарелок всяких. На гарнир картофель Айдахо. Закуски тут две. Первая, стричковая фасоль. А вторая, грибы в сливочном соусе. Вот это я люблю. На десерт ягодный пирог. Он так еще классно накладывает, всего и побольше. И напиток молоко. Ну, предыдущий обед мне понравился больше, потому что мне кажется, он более питательный. Вот эти супчики, ну я лично супы не очень люблю, потому что ими не наедаюсь. И хочется как бы, чтобы чуть-чуть мяса там еще было. А здесь как будто бульончик и все. Стоил такой обед 40 центов. Во время великой депрессии в США люди старались экономить. Поэтому в меню отсутствовало мясо. Использовались недорогие продукты, такие как овощи. Пробуем. Не, ну посоль она полезная. Нет, реально суп очень легко разлить прям. Такой звук. Учитывая, что это... Он реально это в разные не снимал или в один? Просто он один поднос ел, сейчас второй осилил. При худшие времена обед неплохой. Но из-за отсутствия мяса поставлю ему 6 из 10. 1940-е года. Время Второй мировой войны. Основным блюдом у школьников было мясное рагу с картофелем. На гарнир отварной рис. Ооо, обожаю рис. Салат витаминный, состоящий из морковки и овощей. На десерт яблочный пирог. И напиток лимонад. Стоил обед даже дешевле, чем в прошлом десятилетии. Всего 35 центов. Во время Второй мировой войны продукты были ограничены. Но правительство предоставляло школьникам сбалансированные и питательные обеды. Мясо было стратегически важным для обеспечения надлежащего питания. Ну что, протестируем обед. Вот даже не знаю, что мне больше нравится вот это. Или самый первый обед. Первый меня прям покорил, наверное, мясо там. Десерт меня уже еле-еле влез. Пока это самый сытный обед из всех. Но точно не самый вкусный. Ставлю ему 7 из 10. 1950-е года. Золотое время в США. Благодаря бешеному послевоенному экономическому росту. Детям креветки в школе давали? Цельное блюдо бюштекс. На гарнир картофельные оладья. Закуска в виде запеченных бобов. Также закуска из креветок. На десерте... А, закуска из креветок в школе! ...холодный пирог. И холодный чай. Стоимость обеда составляла 40 центов. В это время американцы начали плотнее обедать. И рационы становились более сытными. Но в то же время, видите, там до этого овощей было побольше. Здесь вот одни бобы и все. А также стало популярным потребление морепродуктов. Поэтому креветки часто добавляли в школьные обеды. Давайте его заценим. Ай, кайф. Попью я своей воды. Вот сочетание бобов и креветок... Не совсем представляю. Да, этот школьный обед оказался еще сотнее прошлого. Я еле опустошил этот поднос. Как по мне, обед плохо сбалансирован. Слишком много белка из мяса, бобов и креветок. И совсем нету салата. Поэтому ставлю ему 6 из 10. 1960-е годы. Эпоха рок-н-ролла и фастфуда в США. Тогда основным блюдом был бургер. На гарнир картоф... Ну вот если дети так каждый день питаться будут, что с их здоровьем-то будет, а? Кафри. И кетчуп к ней. Десерт, пончик с глазурью и начинкой. Ну и напиток, всем известная Кока-Кола. Так нельзя питаться. Стоил такой обед полтора доллара. В это время большие фастфуд-компании типа Макдональдса начали открывать свои рестораны по всему США с огромной скоростью. И люди просто фанатели от их еды. Поэтому многим по душе был вот такой рацион. Ну что, давайте его попробуем. Не, ну покушать такое раз в неделю нормально. Два раза в неделю, ну типа еще сойдет. Ну каждый день вот так хомячить в школе. Прям эти звуки. Такие прикольные. Конечно, фастфуд это очень вкусно, но если так есть каждый день, то ожирение обеспечено. Поэтому за временность 7 из 10. 1970-е года. Эпоха технологий и появление интернета. Вот это получше прям. Посмотрим, что или... У кого-то интернет в 70-е появился, а у нас... И школьники в то время. Основным людям были культовые Mac and Cheese. Кайф. Салат Цезарь с лососем. А мясо? А лосось там? На десерт ягодное желе. Я так не люблю эти желе. Вот сколько не пыталась распробовать, ну вообще не моя тема. И сок мультивитамин. И сок мультивитамин. Стоил такой обед всего лишь 1 доллар. В 70-х годах появились новые гастрономические вкусы. И американцы стали предпочитать более экзотические продукты, такие как салат Цезарь. А также был открыт культовый рецепт Mac and Cheese. Попробуем этот обед. А до этого их не было? Макарошек с сыром? Да и да, это десерт. Я чувствую, что поел прям идеально в меру. Не голодный и в то же время не переел. Поэтому ставлю обеду 9 из 10. В 1980-е. В это время появились игровые консоли, персональные компьютеры и случился второй бум фастфуда. В школе кормили детей куриными стрипсами. Как правило, с кисло-сладким соусом. Очень популярный в США как... Не, я его конечно обожаю, но каждый день же так нельзя кушать. Пофельным салатом. О, салатик кайф. Пиццей. И в качестве напитка спрайт. Стоимость обеда составляла 1 доллар. Как я уже говорил, фастфуд стал еще более популярен. А курица фри стала иконой американской кухни. Ну что, давайте пробовать. Напиток так с его одеждой еще сочетается. Курица панировки. Очень похожа на KFC. Пицца пепперони. Имеет стандартный вкус, но из особенностей то, что форма кусочка квадратная, для удобного размещения в подносе. Ну да. Картофельный салат. Вот салат, интересно, что там кроме картофеля? А какой на вкус спрайт, я думаю, все и так знают. В общем, это вкусно, но каждый день такое не поешь, поэтому 7 из 10. 1990-е года. Эпоха технологической революции. И появление таких компаний, как Apple, Microsoft. Вот это как-то необычно прям даже выглядит. И Amazon. В то время детей в школе кормили чили с говядиной. Так, чили с говядиной? Ой, ну как-то не знаю, каждый день такое кушать. С кимсалатом. Кукурузными тортильями. Извиняюсь, там опукаешься во всю. Десерт были фруктовые консервы, такие как персики. А вот зачем консервы, если можно было свежие фрукты детям давать? Почему бы нет? Они консервированные дают. И мега модный в то время напиток фрапучино. Стоил такой обед уже около 5 долларов. Ну блин, детям кофе давать, ну тоже такое себе. Может быть, старшеклассникам норм, но... Обычно, когда вот есть эта тортилья, в нее накладывают все. То есть накладывали, скорее всего, кукурузку на тортилью. Вот эту вот говядину туда сворачивали и ели. В 90-е годы расцвела культура многообразных продуктов. Поэтому мексиканская кухня стала влиять на школьное питание. А только появившийся кофейный напиток фрапучино здорово бодрил учеников того времени. Давайте пробовать. Нет, тут же реально смысл в том, чтобы завернуть и в него все вкладывать, эти ингредиенты, и смешивать. Как тако кушать. Ну мне так кажется, я бы так покушала, наверное. Аж кофе захотелось. Кстати, персик оказался отличным десертом. Я и не думал, что он будет практически как свежий. Ставлю этому обеду 8 из 10. Но все равно там же используют сахар, по-моему, когда его консервируют. Тут вот пишут. Как завернуть, все засрешь? Нет, там нормально это можно сделать. По чуть-чуть. Ты как бы не полностью заворачиваешь, а ты вот берешь его, держишь, туда чуть-чуть наложил, наложил, куснул. Вполне нормально. 2000-е годы. Я так кушала в Турции один раз. Эпоха социальных сетей, таких как Твиттер и Фейсбук. Основным блюдом был лосось в терияке соусе, толстая рисовая лапша. Нифига себе, роскошный обед, лосось. У шкалатый. Салат из водорослей. Ну каждый день все-таки задолбаешься кушать рыбу. На десерт шоколадные печеньки и имбирный лимонад. Купить такой обед можно было за 8 долларов. В начале 2000-х здоровое питание стало главной темой. Поэтому рыба, рисовая лапша и салаты стали востребованными школьными обедами. Нет, ну по-любому там же не было такого, что каждый день одно и то же. Ты же задолбаешься просто есть одну и ту же еду. Наверное, там еще и другие вариации были такого обеда. Вот как у нас, например, в школе там один день был с рыбой. В другие дни там тоже что-то определенное давали. Тогда же стала популярна и азиатская кухня. Приступаем к обеду. Печеньки кайф, реально топчик. Блин, я так хочу такую рыбку. Она вот у меня в морозилке лежит. Как раз таки стейк. Но только надо приготовить. Итак, могу сказать, что этот обед был самым вкусным из всех. Отлично сбалансированный и идеально в количестве калорий. Такое можно есть хоть каждый день. 10 из 10. Ну, рыба приедается. Может быть, дело в том, что у нас как-то не принято часто довольно-таки есть рыбу. И вот когда мы жили в Турцию, там рыба, креветки, все это стоит гораздо дешевле, нежели чем у нас. И я прям эту рыбу готовила раз в 2-3 в неделю. И вот в какой-то момент и мне, и Русе она так приелась. Прям вот вроде бы вкусно, но живот будто бы от нее болел. Именно поэтому, если начинаешь что-то новое кушать на постоянной основе, то надо это делать постепенно. 2010-е годы. Эпоха смартфонов. К ним уже придумали абсолютно все. Игры, приложения, сервисы и много другого. Чаще всего школьники питались сэндвичами. Салатом капрезе. Капрезе? Блин, выглядит классно. На десерт пару шариков мороженого. Мороженое в школе? Прикольно. И напиток фруктовый смузи. Стоит такой обед 3 доллара. Конечно, наборы еды могли и варьироваться. Потому что столовые в виде шведского стола. И что школьники хотят, то и покупают. Но это один из самых популярных выборов этого времени. Попробуем обед. Мне кажется, за мороженым там прямо очереди были. Прям так сжал. Могу сказать, что обед очень вкусный, средне-сытный. Но мне он по душе. Такое можно есть тоже каждый день. Поэтому поставим ему твердые 9 из 10. По итогу оказалось, что самый вкусный и сбалансированный обед США был в 2000-х годах. Пишите в комментариях, что еще... А, 20-й год он почему не взял? Просто я слышала, ну как слышала, видела там всякие шорты, ролики. Как, например, люди переехали из России в США. И вот они отправили детей туда в школу. И там вот, например, одна девушка говорила, что она всегда, каждый раз своему ребенку дает еду самостоятельно. Потому что еду в школе кушать невозможно из-за того, что там одни бургеры и картошка фри. То есть один-два раза так поешь, окей, нормально. Но на постоянной основе это очень плохо влияет на здоровье. Тем более, когда ребенок, растущий там организм, надо побольше и овощей кушать, и мясо. То есть все должно быть в балансе неком, да? А если кушать одни бургеры, то, блин, проблемы с желудком 100% будут, как и с холестерином тем же самым. Ну и, понятное дело, с лишним весом. Мне кажется, что прикольно вроде бы звучит система шведского стола, которую здесь описывал Ванзай. Вот когда показывал сэндвичи. Но ведь, с другой стороны, количество продуктов ограничено. И кто что успеет скушать, тот и возьмет. Вот, и вот, например, в плане мороженого, мне кажется, что это мороженое там первым расхватывали, как я ранее говорила. Ну и может быть такое, что если ты опоздаешь, то тебе ничего вкусного не останется. Именно поэтому для школы эта система отпадает, а так в целом это круто. Я, например, обожаю шведский стол, когда ты летишь куда-то отдыхать за границу, и у тебя шведский стол. Выбирай все, что хочешь прямо из всего того, что там есть. И обычно в такие моменты я, чтобы не переедать, всего беру по чуть-чуть, чтобы все это попробовать, и затем уже знать, что мне больше всего понравилось. Слюней в моем рту дохренища, и я думаю, что по моей речи это слышно. Пишите в комментариях, что думаете вы на тему ролика. А с вами была Юмилька, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok